Состояние опьянения не менее опасно и для пешеходов. Вероятность получить обморожение очень высокая. В ожоговый центр Иркутска поступили 5 человек. И это только за минувшие выходные. Некоторым пострадавшим потребуется операция. Морозы внесли коррективы и в жизнь других жителей региона. О самых отличившихся в сферах в морозные дни наш следующий материал. Небольшой элемент – система отопления кузова грузовика. Если он не работает, товар уже не загрузить. А это значит задержка рейса. И лишний день в гостинице, чтобы все наладить. Но эти водители не расстроены. Поломку обнаружили в городе. Больше переживают за своих коллег. Сегодня на трассе Баякал замерзли 4 фуры. В минус 40 отказали тормозная система и электропитание. Шоферов и их напарников спасали сотрудники Федеральной дорожной службы. Перед выездом водителям советуют узнать номер оперативного дежурного на случай ЧП. И помнить общий службы спасения 112. На него впору звонить жителям садоводческих товариществ в Ангарском районе. Они сидят без света вторые сутки. На изношенных сетях произошла авария. Сроков устранения обслуживающая организация не называет. Есть пострадавшие от морозов и в самом центре Иркутска. Батареи совсем холодные, ледяные. С 7 числа отопления нет. За 11 дней без тепла Ирина Гаранина успела несколько раз обзвонить. Управляющую компанию, комитет по управлению округом, но безуспешно. До сих пор вся семья, включая собаку, не отходит от обогревателей. Соседи по всему стояку пятиэтажного дома в той же ситуации. Воду из батарей сантехники слили. На этом работа застопорилась. То они не могут попасть, то в магазин, под нами магазин. Стена промерзла, потолок мокрый и в квартире холодно, три обогревателя включены. Включить отопление пообещали сегодня. В городской администрации заверяют, что подобная ситуация редкое исключение. Такая же редкость, как полный класс в начальной школе во время морозов. Во многих иркутских усольских учреждениях сегодня было мало детей. Но в этой школе областного центра за парты сели почти 80% учеников. Их родителей температура не испугала. Споров на этот счет здесь вообще нет. На нашем сайте школьном, как вы можете сами убедиться, существует ссылка, по которой каждый родитель сможет посмотреть, какова температура именно на территории нашей школы. В минус 30 могут не приходить первоклассники. В минус 35 – 5-9 классы. В минус 40 – старшеклассники. Отсутствующим обязательно разошлют домашние задания. Но, сидя в квартире, не получится нести почетный караул. Чтобы заступить в него, ребятам пришлось уговаривать взрослых. Церемонию сократили почти в пять раз. Главное – не отменили. Это наша обязанность, наш долг – защитить память тех людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Поэтому мы будем стоять при любой температуре. Температуры ниже 30 могут продержаться в регионе до конца рабочей недели. Но сибирикам не привыкать. Сила духа крепче любых морозов. Влад Робакова, Виталий Перетолчин, Андрей Назаров. Новости по будням.